Я приветствую международную аудиторию телеканала РТВА. Это разговоры с Лапковским, психолог Михаил Лапковский вновь в нашей московской студии. Приветствую вас. Приветствую вас. Япония единственная страна в мире, где люди подписывают пожизненный контракт с компанией. Кстати, смешно, что подписывают работники, а работодатели со своей стороны нет. Ну вот. И там принято работать очень много. Япония занимает первое место в мире по количеству, по объему работы. Ну, мы не считаем бедных китайских детей, которые в подвалах что-то шьют, а из легальной, так сказать, работы. У них самый маленький отпуск. У них не принято уходить с работы раньше руководства. Если руководству, например, некуда идти, то японский служащий будет сидеть до тех пор, пока он не уйдет. Ну и куча этих жутких историй, когда японцы умирают на рабочих местах постоянно об этом читают новости. Да. Вот эта история о том, что люди перерабатывают как бы, и вот у них выгорание из-за этого. У меня есть знакомый директор клиники стоматологический, который делал типа конвейера. То есть каждый врач там на пациента 20 минут, зато денег много и так дальше. Говорит, ну вот человек 5 лет поработал, он уже работать не может, все, он выгорел. Ну, с таким темпом. До свидания. Короче, история вот, это как бы то, с чего началась эта история выгорания. Но на сегодня она носит немножко другой характер. Я как психолог думаю, что выгорание касается не тех, кто работает 24 часа в сутки. Степ Джобс умирает, так и сказал, работать надо не 12 часов, а головой. Это глупо работать 24 часа в сутки. И во многих компаниях людей за это не поощряют. Говорят, слушайте, у вас было рабочее время. Если вы не можете в свое рабочее время делать свою работу, то не уверены, что вообще компетентные вы нам нужны. Вот у меня есть другая трактовка, да и не только у меня. Выгорают только те люди, которые не своим делом заняты. Вот когда работа, это не твое призвание, это не твоя самореализация, это не твоя потребность, а это способ прожить, выжить, оплатить суду за квартиру и кредит за машину, вот тогда происходит выгорание. Почему? Человек каждое утро, пять дней в неделю, встает и идет на то, на что он не любит. Почему идет? Из-за денег, как правило. Ну, ему нужны деньги, эта работа приносит деньги. И когда с этими людьми разговариваешь, они обычно имеют такую в голове альтернативу. То, что я люблю, денег не приносят, а деньги приносят то, что я не люблю. Похоже на концепцию, что то, что еда вкусная, она вредная, а то, что полезная, она невкусная. Но вот у невротиков, к сожалению, так мозги устроены, что у них вот так в голове все происходит. Я, кстати, являюсь примером, когда и работу люблю. Но вот у меня была такая история, я не знаю, как это считать выгоранием или нет, у меня был тур по Сибири, где ты каждый день почти город за городом читаешь лекцию. И на четвертом или на пятом городе у меня звук пропал в голосе. Я не охрип, я не надорвал связки. У меня закончилась внутри энергия. Я просто стоял и не мог разговаривать, потому что я внутри был опустошенный. Вот так, кстати, выгорание обычное выглядит. Но два дня посидел, и потом звук обратно вернулся. Люди, которые годами, ну, я просто переработал. А люди, которые годами ходят на нелюбимые работы, они выгорают именно из-за нелюбви к работе. Это мое мнение. Вот я трактую не то, что люди много работают, я вообще не вижу смысла. Есть, конечно, такие отмороженные граждане, которые прямо убиваются на вредном производстве, чтобы срочно им надо там квартиру купить, они влезли, значит, в долги, в суды, теперь они пашут. Странная, конечно, идея. А вот большинство людей, которые, ну, Россия вообще не славится тем, что люди прямо здесь пахают с утра до ночи, мы, так сказать, не Германия, не Япония, не Америка. Люди спокойно работают. У нас такое больше средиземноморское отношение к работе. Такое, я не знаю, кипрско-турецко-израильское. Ну, такое спокойное. Ну, и количество праздников тоже, все эти новогодние каникулы, это страшное дело. А праздники вообще, Россия, я думаю, впереди планеты всей. Что ни день, то праздник. Кстати, в Израиле тоже очень много праздников, особенно осенью, я помню. Там целый месяц, просто даже никто не начинает, ждут, ну, с сентября до октября. Ну, там это религиозный, наверное, имеет скорее акцент. Религиозный, Новый год, религиозный, там полно всего. Так что, вот, мое мнение, что основная причина эмоционального выгорания, это не любовь к тому, что ты делаешь. Так, вот, давайте сейчас самодиагностикой каждый из наших зрителей займется. Как понять, что ты эмоционально выгорел, причем неважно, от работы или от каких-то других обстоятельств? Это что, в первую очередь? Просто, ну, до отвращения. Не хочется ничего. Во-первых, усталость, которая становится хронической. Не смысл ли я сегодня много работал, или врач, который говорит, у меня сегодня было 8 операций, у нее объективная усталость. Но когда у тебя каждый день это состояние, то это первый звонок. И такой тяжелый. Прямо не звоночек, а прямо такой набат в голове. Нету сил. Второе, нету желания идти на работу. Вот этот будильник, он вообще, так сказать, враг номер один. Хочется, не открывая глаза, лежать дальше и никуда не идти. Переживания, страдания по поводу того, что я вообще, типа, не тем занимаюсь, не своим делом и так далее. У меня была такая история. Я выступал на латвийском телевидении. И, ну, мы обсуждали мои правила. Делай то, что хочешь, не делай то, что не хочешь. И ведущая сказала, Михаил, сейчас лето, на улице 25 градусов тепла. Мы сидим с вами в студии. Если я не хочу приходить на работу сегодня, что мне делать? Я говорю, ну, не ходите. А что вам за это будет, спросил я ее. Она сказала, что мне, скорее всего, лишать премии. Можно вычтут что-нибудь из зарплаты. Дальше она продолжает. А если я и завтра не хочу идти, и говоря, что вам за это будет, меня от эфира отстранят на месяц. Так это же хорошо. Да, это вы же хотели, да. Я помог ей и сказал, давайте дальше продолжим. А если вы и следующий день не хотите, вас, во-первых, уволят, то, конечно. Я говорю, если вы и третий день не хотите идти на работу, это не ваша работа. И вот многие люди живут как раз в этой истории, когда это не их дело. Они занимаются не своим делом, страдают, эмоционально выгорают, пытаются найти совершенно другие причины, что там начальника дебила или коллеги просто сволочи последнее житья не дают. Все несправедливо, люди меня не понимают, на меня наваливает куча работы и так далее. Главная причина не в этом. Главная причина в том, что человек занимается тем, что ему не нравится. Это действительно облечет эмоциональное выгорание. Ну а как быть, если, допустим, на одном месте работы сначала казалось, что тебе все это по душе, тебе все это нравится, потом действительно со временем выясняется, что коллеги действительно некоторые дебилы, а начальники так вообще идиоты. Ну то есть какие-то вскрываются новые обстоятельства. Это не может привести к выгоранию, потому что речь идет о том, что ты эту работу любишь. Кстати, в Израиле буквально вот на той неделе зафиксирован первый, наверное, в мировой практике случай, когда работница банка, на нее кричал руководитель, видимо, отделения, как мы говорим в Израиле, с НИФа, банка, ну в общем, она на нее по телефону орала, 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 и тогда работница пришла в больницу и сказала, давление, пульс, туда-сюда, короче, чуть ли там не головные боли, я не помню. И на это первый раз в мировой истории суд признал ее инвалидом из-за крика руководства на работе. Это вот то есть свежая история. Она получила, по-моему, даже инвалидность за счет того, что ее здоровье сильно ухудшилось после того, что ее унизили и на нее накричали вот в банке руководства. Но такие, конечно, ситуации бывают. У любого наемного работника опасность такая и есть. Я обычно людям говорю, не хотите такой опасности, работайте на себя. Но это другая тема для другого разговора. Тем не менее, когда работа любимая и приносит удовольствие, это не главный фактор. К сожалению, главная причина все-таки не та работа, а не дебилы, сволочи и негодяи. Ну а есть какие-то, я не знаю, опять же, сейчас мы немного углубляемся в сторону каких-то таких профессиональных устремлений. Есть ли какой-то горизонт? Вот на одной работе можно провести, условно говоря, максимум, не знаю, два года. А, дружище, я вот как раз, чтобы, собственно, пресечь вот это состояние. Вот это сейчас скажу. Во-первых, это индивидуально. Во-вторых, я специально вначале сказал про японцев. С пожизненным контрактом. Япония страна, где принято работать годами на одном месте. Японцы, кстати, ну, великая страна, но они тяжелые. Ну, и для себя тяжелые, и там достаточно депрессия развита и так далее. А американцы меняют работу раз в 5-7 лет. И работа меняет, и часто даже меняет город проживания, но это тоже связано с поиском работы. Вот я придерживаюсь не для себя, а для большинства наемных работников. Я все-таки не наемный работник. Мне 58 лет, из них примерно 35. Я занимаюсь одним и тем же. Более того, даже лекции читал в Советском обществе знаний, когда мне было 24 года. То есть ничего в моей жизни не меняется, я от этого не устаю. Но большинство людей работает не на себя, а на кого-то. И вот мне кажется, американская история про 5-7 лет, что-то в ней есть разумное и здоровое. То есть менять работу с такой периодичностью, если вы только чувствуете выгорание, если у вас все хорошо, не надо ничего трогать. Вот чувствуете, выгораете, 5-7 лет прошло, ищите другую работу. Правильно ли я понимаю, что работая на себя, шансов встретиться с эмоциональным выгоранием меньше? Мне кажется, что в принципе тоже это вполне такой сценарий. Мы должны понимать, что есть люди, которые уже в роддоме эмоционально выгорели. То есть у них такая психика, что они даже работая на себя, убиваются просто по любому поводу. Есть люди, которые не делегируют полномочия, никому не доверяют и все контролируют. Пожалуйста, первые кандидаты на выгорание. Есть люди, которые считают, что их бизнес – это вообще смысл жизни. И еще одна причина для выгорания – здоровый человек, он живет. Вот я пытаюсь объяснить, как жить, не выгорая. Ну, например, у меня нет границы между отдыхом и работой. Я так выстроил свою жизнь, что я работаю, отдыхаю одновременно. То есть я приезжаю, я люблю путешествовать. Я, во-первых, вчера узнал, что есть самолет, называется Лет-Л-410. Вот и я также в глаза думаю, что это? Что и где это? Это если ты захотел по северу покататься, вот эти Чита, Благовещенск, все эти, то это чешский самолет. С 69-го года, между прочим, за меня пропеллерами летает. Ты не поверишь. Вот, я думал, что я уже все знаю там. Бомбардей и Брайер – это вообще каждый второй. Просто когда ты летаешь по маленьким северным городам, то там маленькие северные самолеты. Маленькие северные аэропорты способны принять эти самолеты. У которых у самолетов дверь и трап – это один и тот же предмет. Знаешь, так? Ну, а такие есть и у бомбардей, и у многих. Да, ну, такие маленькие. Но они совсем, да, смешного размера. Вот, и тут я узнал, что я еще не все узнаю. Ну, оказывается, есть чешский. Я не дал, что у нас вообще чешские самолеты. Есть. Ну, Сесна. А? Ну, Сесна же. Сесна – это частная авиация. Это не… Ну, совсем, да. Да, это прямо вот летает, не помню, с какого города в какое налетает. Вот мне все это нравится, я это люблю. Я приезжаю в город, я приезжаю в страну, я гуляю, ем, пью кофе, знакомлю с людьми, и вечером у меня лекция. Ну, праздник. Да, я устаю, и после там одной или двух-трех, особенно если подряд, мне надо лежать зубами к стенке или плевать в потолок, и потому что надо восстановить силы. Но это как бы объективной ситуации, да. И вот если люди научились бы так жить, что они и работают, и отдыхают, все это одно и то же. Пол Маккартный сказал в свое время, что я так счастлив, я вот люблю, с 14 лет я научился играть на гитаре, песни пою, мне за это деньги платят. Кстати, 2 миллиарда, если кто не в курсе. Вот. То есть вот есть люди, которые так живут. Это действительно счастье, они не выгорают. Они живут в свое удовольствие. Ну, просто сложно представить, чтобы каждый на этой планете вот так жил. Потому что, опять же, Пол Маккартный и Михаил Лобковский это совершенно одна какая-то история. А люди, которые работают на конвейере, условно говоря, на заводе каком-то, это же... Ну, им трудно представить, как в этой ситуации... Да, покойный Генри Форд знал об этом. И он пытался сделать из конвейера сказку. Он рабочим, вы знаете, раздавал же это дома. Он предлагал, кто хочет скотину, возделывать сады и огороды. Там были комнаты отдыха, релакция и так далее. И хотя, как бы, так, патагонная система конвейерная, придуманная Фордом, да, он пытался все-таки сделать так, чтобы рабочие не умирали около конвейера. И разнообразил их жизнь. И у них было много чего интересного было, что он придумал. Еще в далекие такие 20-е годы, 20-го века. Но ты прав, конвейер есть конвейер. И на нем, видимо, выгорает практически все. Поэтому опять возвращаемся к американской идее. Каждые 5-7 лет менять конвейер. Собирал Тойоту, собирай Вольфсваген. Насколько это эффективно? Ну, ты меняешь шило на мыло, условно говоря. Ну, то есть ты приходишь в другие условия, в другое окружение, может быть, даже в другой город. Андрей, ты сейчас очень глубоко копнул. В нас есть еще пару минут? У нас даже больше есть. Смотри, какая история. Ты копнул реально глубоко. Почему? Ты говоришь, Михаил, слушай. А есть люди, которые вообще так несчастливо живут, да? Есть, конечно. Они выгорали всегда. Они начали выгорать еще в школе, когда они не понимали, что они там делают. Им было неинтересно. Они плохо учились. Они уже выгорели в 5-м классе, когда они лежали и спали на парте, а учительница что-то рассказывала из математики или истории. А они считали время, когда будет перемена. А в 9-м классе они опять считали время, когда они смогут покурить. А в 10-м классе, не все дошли до 10-го, они считали время, когда эта школа останется позади. Так же и дальше пошло, понимаешь? Образование, ну какое образование? Ну на какое сил хватило такое образование? А после этого надо заработать себе, искать какую работу? А вот как было все в 5-м классе, такую работу. Все неинтересно. Я ничего не хочу. Но я же должен как-то жить. Мне же нужно что-то есть. Поэтому я должен где-то работать. Это, кстати, я фразу помню с советских времен. Человек должен где-то работать. Ты не можешь нигде не работать. Кстати, обладает университет. Вот это где-то работать, я думаю, это касается миллионов людей во всем мире. Они где-то работают. Где? Где-то. А почему? Вот так у них сложилась жизнь. Я как-то рассказывал в одной из программ про синдром выученной беспомощности. Это люди, которые уже в юном возрасте ничего не хотели. Они как-то выживают больше, понимаешь? Они не живут так, как они хотели бы жить. У них даже нет понимания, что бы они хотели. Они думают, что они никому не нужны. Они бестолковые, бесталанные. Их никто не возьмет. Ну и так далее. Сколько девочек, которые хотели быть актрисами, а сейчас работают кассирами. Сколько мальчиков, которые хотели быть от космонавта до пожарного, а сейчас работают охранниками. Как тут не выгореть-то? И это выгорание эмоциональное, оно концептуальное. Оно о том, что ты вообще живешь как бы не своей жизнью, понимаешь? В этом смысле, конечно, кулакок обдув. Ну а корни-то этого всего получается. Это привет нашей программе про самооценку. Это же самооценка. Это родительская такая же несчастливая семья. Я, кстати, стал смотреть этот знаменитый фильм «Паразит». Это победитель Каннского фестиваля последнего. Корейский фильм. И не просто победитель фестиваля. Я, правда, не увидел в нем ничего великого. Аватар гораздо круче. Но было написано, что зал стоит 20 минут аплодировал. Вот о таких людях. Полу-бомжах, которые ничего не делают. Там мама, папа, сын и дочь. Ну взрослые все, да? Живут черт знает где. Ну и потом путем обмана и подлога устраиваются кому-то на работу. Потом пытаются жить, как живут хозяева. Ну, в общем, че буду кино пересмотреть? Там на самом деле, видимо, величие фильма в том, что две трети фильма комедия. А одна треть фирмы вообще другой жанр. Такой жесткий, хоррор, я не знаю. Вот. Но, ну да, так люди живут. Они заедут другим людям, которые нормально живут. Я знаю, что нас смотрят во всем мире. И во всем мире ситуация примерно одинаковая. Потому что, ну, какие-то установки. У человека должна быть профессия. Должен чем-то заниматься. Чем? Чем-то. Какая-то работа должна быть. Какая? Ну, какая-то. И так живут многие. И они выгорают. А не совершаем ли мы здесь какую-то ключевую ошибку с самого начала нашего разговора, концентрируясь на том, что эмоциональное выгорание, оно как-то непосредственно связано именно с работой? Бывает же эмоциональное выгорание, не знаю, от каких-то, как сейчас говорят, токсичных отношений. Я не знаю, какой-то семейной жизни. А, ты хочешь расшириться, это понятие, безусловно. Давай так, все-таки, да, если их можно, мне не нравится слово токсичное, замене на нездоровый или невротический, пожалуйста. Мне тоже не нравится. Мне приписываешься, что я их придумал, но и теперь все вставляют, это не я придумал. Опровергаем официально. Да, значит, опровергаем, да, вот именно. Значит, мы вообще, мировая литература по этому поводу, по выгоранию, касается работы, к сожалению, для тебя, Андрей. Это считается о работе. Но ты пошел и здесь глубоко и широко, и действительно, это можно применить к отношениям. Отношения могут выгореть за счет того, что они как-то выражаются токсичные, нездоровые и так далее. Ну да, но я бы придерживался все-таки в основном того, где этот термин употребляется. И выгорание касается на 99%, употребляется все с работой, с профессией, с занятостью, вот чем. Ну, это вообще такая клиническая история, это прям официальное заболевание. Я не психиатр. Слушай, я психолог, люди часто путают. Как говорится, курица не птица, стоматолог не врач, психолог тоже не врач. А насчет того, является это клиническим заболеванием, да. Я просто тому нужна ли здесь помощь специалиста или помоги себе сам. Японцы, которые ввели этот термин, они это диагностируют. То есть есть очень устойчивые признаки этого выгорания. Это потеря интереса к жизни, потеря интереса, естественно, к работе. Чувство усталости хронической сопровождает это состояние. Астения, снижение жизненного тонуса. И это все может прирасти в депрессию. Но причиной этой депрессии в данном случае будет выгорание на работе. Тут какая-то супертонкая грань между, опять же, депрессией, выгоранием, астенией и прочим диагнозами. Это все... А как это просто, не знаю, как это дифференцировать, как это различать, как говорят врачи? Я понимаю, что вы не врач, опять же. Да, во-первых, я не врач, во-вторых, этого не надо различать по той причине, что одно влечет за собой другое. Я тут недавно выяснил... Я люблю, кстати, читать всякую чушь в интернете. Но это не удивлю. Засасывает, да. Я выяснил, что такая мелочь, казалось бы, как плохой ночной сон, ну что, да? Тут же знакомая история. Влечет за собой сахарный диабет, ожирение, и вообще, чуть ли там не в старости, я не знаю, изгеймер какие-то, Паркинсон, что-то еще. Бред, наверное. Ну, это интернет. Но, тем не менее, он влечет за собой очень много и синдром хронической усталости. Вот это эмоциональное выгорание, это как бы синоним синдрома хронической усталости. Напоследок, три каких-то, может быть, больше, почему три основных совета. Как эмоционального выгорания избежать, и что делать, если все-таки оно уже ощущается в полной мере? Ну, во-первых, да, ты очень тонко заметил, что мое предложение каждые 5-7 лет менять шило на мыло, мало что даст. Был один конвейер, стал другой конвейер. Ну, да, какое-то время идет на адаптацию, типа новизна, а потом все то же самое. Это как Рабинович, что вы с ними ходите по камере. Вы что, думаете, вы не сидите? Так вот, глобально, чтобы решить вопрос, нужно первое понять, что ты хочешь. Проблема большинства людей, они не знают, что они хотят, и они многие вещи делают на автомате. Это требует упражнения под названием «Я себя 24 часа в сутки спрашиваю, что я хочу». Про еду, про одежду, смотреть кино, читать книжку, разговаривать и так дальше. Что вы научились понимать свои желания. Когда вы научитесь понимать свои желания на уровне быта, вы начнете осознавать себя как человека, со своими желаниями вообще. И к вам придет понимание, что вы хотите с профессиональной точки зрения. Здесь совет второй. Не надо рассматривать профессию как отдельно стоящий шкаф. Профессия в здоровой ситуации – это ваша потребность в самореализации. Нет никакой абстрактной профессии. Человек обожает быть маляром. Призвание у него такое. Я видел таких людей, кстати. Значит, надо уйти в маляры. Человек в советское время, время от времени, ну так, еще Брежнев был жив, бывает, поймаешь такси, да, садишься, и вдруг таксист тебе начинает стихи читать. У тебя сразу вопрос в голове, который ты ему адресуешь. Мужчина, а что же в такси-то работаете с таким мозгом? Я помню эти разговоры, а он говорит, я люблю свою работу. Вот начальство возить не люблю. А вот я таксист, я типа вот как вот Рыбиной, что вы все ими ходите по камере. Типа я сам по себе. То есть, на самом деле, конечно, отчасти наемный, работник, но он внутри чувствует свободу, что он сам себе хозяин. В советское время так и было. Говорит, хочу везу, хочу не везу. И вот человек на самом деле был на своем месте. Обывателю непонятно, вроде он образованный, у него образование, он стихи читает, что он баранку-то крутит. А для него это было призвание. Я знаю таких людей. И вот когда вы понимаете, что вы хотите, вы находите ту работу, в которую вы эмоционально не выгорите. В общем, осталось только понять, чего вы хотите. Да. И, сходя из этого, действовать. Спасибо. Психолог Михаил Лобковский. Это разговор с Лобковским на RTVI. До встречи. До встречи с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова